Вопросом этики и поведения государственных служащих уделяется большое значение. Они должны обладать высокой моральной ответственностью, профессиональными знаниями, этичностью, добросовестностью и активной гражданской позицией. За 10 месяцев текущего года департаментом рассмотрено 19 обращений. По результатам восстановлены права 16 заявителей. Предъявляя требования, руководители не должны забывать и о создании условий труда, подчеркивалось в ходе встречи. В стране департамент принимается меры для того, чтобы в работе в госслужащих, в госорганах всегда было соблюдение дисциплины труда, то есть это мы говорим о распорядке. С местным помощником поэтики мы такие факты выявляем. Кроме того, уже были факты, когда мы привлекали руководители госорганам за то, что они необоснованно привлекают госслужащих в работе, не в рабочей линии, в выходные и так далее. Государственный служащий должен руководствоваться интересами народа, при этом с целью мониторинга состояния морально-психологического климата в коллективе и соблюдения норм служебной этики проведено анонимное анкетирование среди почти 3800 государственных служащих. Также уполномоченные поэтики призваны изучать морально-психологический климат в коллективах. Для этого на регулярной основе проводится анонимное анкетирование. Сама анкета состоит из 14 вопросов, которые позволяют определить, насколько исполняются требования этического кодекса как руководством госоргана, так и самими государственными служащими. Департамент государственной службы также внес 13 предложений в уполномоченные органы, 8 незаконных актов отменений. По итогам принятых мер дисциплинарной ответственности привлечены 54 госслужащих, в том числе три акима сельских округов.